Приветствую вас, Елена. Вы большая молодец, конечно, что обращаетесь за помощью. Вы большая молодец, что вы хотите помочь своей дочери преодолеть кризис. Но весь вопрос заключается в том, готовы ли вы к тому, чем на самом деле окажется проблема. Потому что готовы ли вы меняться, большой вопрос. И готовы ли вы в себе увидеть некоторые проблемы. Потому что если нет, если нет, то не имеет никакого смысла. Ваше обращение и в моей практике, я думаю, в практике любого моего коллеги, были случаи, когда родители обращались за помощью, но при этом не хотели меняться. И в итоге им не нравилось то направление, которое предлагалось специалистами. Вот. И, в общем-то, люди уходили неудовлетворёнными. Начинается ваша ситуация с того, что ребёнку девочке 15 лет. 15 лет – самая середина подросткового возраста, когда человек активно пробует свои силы, активно противопоставляет себя окружающим, в том числе и каким-то нормам. Да. И это действительно возраст противоречия. И, пожалуй, возраст противоречия нужно пройти максимально адекватно. Для ребёрка безболезненно не получится, но максимально адекватно. Это значит, чтобы вы не пытались, с одной стороны, затолкнуть внутрь те импульсы, которые происходят, происсекают от девочки. И, с другой стороны, чтобы вы не принимали на свой счёт то, что она говорит вам. Да, её это волнует. Да, она говорит о том, что её беспокоит. Но она может грубить вам и, как вы говорите, отдалиться от вас. Но не нужно воспринимать на свой счёт то, что она вам говорит. Если ребёнок почувствует, что за счёт неё решаются, скажем, ваши проблемы, то ничего хорошего из этого не получится. Просто в силу того, что доверия между вами будет ещё меньше. Поэтому в подростковом возрасте человек активно пробует свои силы. В подростковом возрасте человек активно себя исследует. Так, вот, в подростковом возрасте происходит выброс гормонов, как вы, наверное, догадываетесь. И всё это влияет на поведение. То есть перестраивается. Гермональный фон, особенно у девочки, да, особенно у женщины. У женщины более сложный организм, вот, чем у мужчины. Поэтому, соответственно, тут изменений может быть достаточно много. Следующий момент, на который я хотел бы обратить внимание, это то, что вы пишете, что с детства она меня радовала. Ну, вообще говоря, Елена, вот здесь у меня есть надежда, пускай не очень сильная, что вы как-то вот прониклись в какой-то вот, может быть, симпатии к тому, что я говорю, может быть, ещё к чему-то. Но если до этого момента вы дошли, и если вы настроены позитивно, то у нас действительно с вами может получиться. Нас, я имею ввиду, моих коллег, себя и вас. Если нет, то у нас с вами могут быть проблемы. Так вот. Не должен ребёнок радоваться вас. В общем, суть того, что я хочу сказать. Более того, если ребёнок радует вас с детства, как вы говорите. Если вы радуетесь тому, что девочка отличница и прочее, то, ну, это несколько тревожные новости для вас, свидетельствующие о том, что вы сами испытываете трудность с реализацией своих собственных ценностей, переживаний, идей и так далее. То есть, понимаете, с детства ребёнок чувствует ответственность за то, чтобы вас радовать. Это не может на него не давить. Даже если вы, ну, вот, крайне деликатно или демократично на этом делаете акцент. Так что здесь вот проблемы личных границ, да? И перенос вашей неудовлетворенности на ребёнка. Нарушение личных границ проявляется и в том, что вы говорите у меня. То есть, она у меня учится хорошо. Ну, она не может у вас учиться хорошо. У вас она учиться бы хорошо, если бы вы были владельцем своего собственного учебного заведения. Например, школы или, там, университета, да? Закрытого пансионата, закрытые школы. Ну, вот в этом случае вы могли бы сказать, что да, вот она у меня учится там и так далее. Но если школа не ваша, если, как бы, вы являетесь просто родителем, который... Ну, ребёнок, которого ходит в школу, или как сейчас... Как сейчас, наверное, актуально говорить, учится там, да? Ладно, в школу сейчас, наверное, не ходит. Вот. То это не у вас происходит обучение. Но то, что вы говорите у меня, свидетельствует о том, что между вами и ребёнком нет адекватных личных границ. Очень частая проблема. Ну, вот, именно семей вы семей в России. Очень частая проблематика. Потому что мы, как бы, все дети советских людей. То есть, людей, выросших в Советском Союзе. Но в Советском Союзе границ не было. И личных границ не было. И личного пространства не было. И очень редко, очень редкое явление, когда в семьях российских, ну, не только российских, надо сказать. А, значит, личные границы соблюдаются. Зачастую, как бы, вся ситуация сводится к крайностям, либо эмоциональная депривация полнейшая, либо наоборот, вот, гиперопека, гиперконтроль и прочее. Вот. Поэтому никакого у вас нет, да? То, что, вот, вы говорите у вас, это, вот, опять же, повод пересмотреть личные границы. Ваши личные границы. И ребенка, девочки, которая сейчас, между прочим, активно вступает в фазу личной жизни. И особая потребность появляется в личном, индивидуальном пространстве. Так сказать, интимно защищен. Следующее. Отличник, лидер в классе и прочее. Вот. В свете всего вышесказанного, у меня есть достаточно серьезные основания, если не полагать, то, по крайней мере, предполагать. Неестественность нахождения ребенка в том социальном положении, в котором она находится. И мне видится в этом некая направленность, связанная с потребностью радовать вас, да, но не себя. Потому что, извините, отличница, точная отличница, это, мягко говоря, не означает хорошего будущего. Потому что именно троечники отличаются пытливым умом, нестандартным подходом. Что позволяет им в будущем как раз таки себя проявлять куда более активно, чем отличники, которые по факту, как бы, это люди, полностью принимающие систему, да, полностью принимающие какие-то стереотипы. Вот, какие-то нормы и, соответственно, не обладающие, или обладающие куда меньше, меньшей пытливостью ума. Вот. Поэтому здесь одно из самых распространенных заблуждений родителей относительно того, что хорошие оценки – это хорошо. Ну, нет, нет. Вот. Возникает вопрос и про лидерские качества ребёнка в связи с этим, насколько они аутентичны и не предъявляет ли ребёнок к себе сверхвысокие требования. Вообще, вот это, наверное, глобальная проблема, которая видится мне во всем вашем тексте – это то, что ребёнок слишком многого от себя требует. Так же, как требуете вы от неё. И мне думается, что основным направлением работы вот с вами должно стать именно отделение своих желаний от желаний ребёнка и взятие личной ответственности вашей за эти самые желания, которые присутствуют лично у вас, чтобы не накладывать, не наваливать их на ребёнка, а ребёнку позволить иметь свои желания и реализовывать их так, как хочет она. Следующий важный момент – наличие второго родителя, в вашем случае – это отец. Это тоже очень важный момент. Важным моментом является ваша устроенность в личной жизни, если она есть, если ещё нет и так далее. Ребёнок на это может реагировать по-разному. Следующим важным моментом является то, что вы говорите о связи с дочерью наручность, но о какой именно связи здесь идёт речь – не совсем. Понятно. Вот. В том смысле, в том смысле, что… сейчас ребёнок вырослеет, а вы ей нужны меньше, и это вполне нормально, то, что вы нужны меньше. Вам нужно… вам желательно бы это принять. Вам желательно бы это принять. Вот. И начать всё-таки больше думать о себе и смотреть именно в сторону того, чем бы лично вы могли заниматься, да? А не на ребёнка. Вот. А что касается мыслей… тяжёлых негативных мыслей у девочки, то они могут быть следствием как раз-таки всё увеличивающейся тяжести ответственности, которые на себе несёт ребёнок, и невозможности эту ответственность адекватно реализовывать. А здесь и страх вас разочаровать, и чувство чувства вины перед вами, и ощущения долга, которые активно противоречат другим более индивидуалистичным тенденциям, которые особенно разрушающие, если, например, вы одинокая мать, и позиционируете себя… и дочь как единственный, кто остался в мире, да? И что полагаться можно только на себя и что никого, кроме вот друг друга, у вас больше нет. Это очень такая ограничивающая позиция. Вот. Если этот конфликт не разрешить, если вам дочь от себя не позволит дочери отдалиться ныне, то вы не сможете связь с ней сохранить. Ну, на мой взгляд, несколько наивно думать, что с маленького возраста вы сможете сохранить с ней связь неизменную в корреляции с теми возрастными периодами и изменениями, которые происходят у маленького человека. Последний, наверное, момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, какое значение для вас имеет связь с дочерью, лично для вас, лично для вас и связаны ли здесь некие ваши желания, потому что если да, то ответственность за них и способы реализации несете и выбираете. Соответственно, только вы, дочь здесь ни при чем. Разгрузите вашего ребенка. На этом все, в принципе, я надеюсь, что он помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и еще раз повторю, что вы большая молодец, что обратились за помощью, но важно понимать, что обращение сейчас в той форме, в той форме, в которой вы это сделали, это лишь первый шаг. Дальнейшая работа необходима, если вы хотите реально что-то изменить в отношении к своей дочери, со своей дочерью и, возможно, в своей собственной жизни. На этом все, удачи вам, всего самого доброго, я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена.